Число жертв теракта в Харькове увеличилось до трех. Сегодня, как сообщается, скончался 15-летний подросток. Всего сообщают о 15 пострадавших. В городе объявлен траур. Ну а в СБУ отчитались о задержании подозреваемых, как там говорят, по горячим следам. Впрочем, обнародованные свидетельства вызвали немало вопросов. Артем Потемин собрал всю последнюю информацию. О чем он в последний момент? Кроме того, президент Порошенко сообщил, что группа террористов была обезврежена в Одессе. Более того, уже днем в воскресенье правоохранители рапортовали о задержании четверых подозреваемых во взрыве, у которых изъяли оружие, в том числе гранатомет. Журналисты тут же обратили внимание на то, что кадры ареста были сняты ночью, то есть еще до теракта. Если их задержали вчера, а они могут быть причастны, то почему не предотвратили тогда теракт? Потому что, ну, наверное, их там как-то допрашивали, наверное, с пристрастием, они должны были рассказать об этом. А если их поймали сегодня, ну, то, значит, их поймали где-то на другом полушарии, скорее всего, потому что в Харькове в 15-30 все-таки не так темно. Харьковская трагедия послужила поводом для очередных обвинений в адрес друг друга со стороны различных политических сил в Украине. Так, например, одиозный депутат Верховной Рады Олег Лешко на своей странице в социальной сети заявил, что ответственность за теракт несут те, кто не посадил Кернеса, мэра Харькова. Видимо, до кучи Лешко обрушился с обвинениями и на все украинское правительство. Нашей власти катастрофически не хватает решимости. Просто катастрофически. Это чувствуется и по военной ситуации, и относительно ситуации внутри страны. Глава Харькова, в свою очередь, уверен, что взрыв возле Дворца спорта является акцией устрашения, которая должна непременно объединить граждан против терроризма. Я призываю горожан в эти тяжелые для города дни воздержаться от каких-либо радикальных действий в ответ на совершенный против нас, жителей Харькова, теракт. Я надеюсь, что у правоохранителей хватит сил и умения найти и передать в руки правосудие виновных в этом взрыве. По мнению советника главы МВД Украины Антона Герасченко, теракт был организован группой «Харьковские партизаны». Якобы об этом свидетельствуют данные экспертов по анализу остатков взрывного устройства. Однако лидер организации Филипп Эказианц опроверг свою причастность к этой трагедии. По его словам, они действительно ведут партизанскую борьбу в Харьковской области, но не против мирных граждан, а против, цитата, «киевской хунты». Более того, партизаны уверены, что теракт был срежиссирован самими силовиками. У нас имеется достоверная информация о том, что колонна мирных демонстрантов 22 февраля 2015 года была взорвана по приказу Авакова с целью ввести на Харьковщине режим антитеррористической операции. Харьковчане, к власти на Украине год назад пришли моральные уроды, садисты и убийцы, которые ради достижения своих целей приносят в жертву простой украинский народ. И мы с вами просто разменная монета в их страшной игре. Пока же ни одного из партизан, которых украинские власти почти всегда обвиняют во всех терактах на территории Харьковской области, силовики не поймали и не осудили. А сами харьковчане уже успели посетовать на халатность правоохранителей. Дескать, меры безопасности во время шествия были недостаточны. Непосредственно перед маршем милиция осмотрела весь маршрут, однако взрывчатки не обнаружила. Артем Потемин, Вести.